Хвост веслом пловец отменный, да и мех имеет ценный. Строит хатки и плотины из ветвей, камней и тины. Кто это? Это бобр! И сегодня мы поговорим о бобрах. Бобр это крупный грызун, который является полуводным животным. И он строит действительно хатки, но вход у них имеется именно под водой. Бобр обладает красивым мехом, окрашенным от светло-каштанового до темно-бурого, иногда черного цвета. Бобры обитают вблизи воды, по берегам медленно текущих речек, прудов, озер и водохранилищ. Бобры рождаются с внутренним инстинктом к строительству плотин. У бобров мощный инструмент – это его передние зубы. Из поленьев и веток он способен построить на воде плотину. А в центре запруды сооружает себе хатку из веток и речного ила. Вход в его домик находится под водой. Деревянную основу своих построек бобры укрепляют камнями и глиной. Бобры строят очень хорошо плотины. И они могут простоять даже больше ста лет. Только об этом могут знать ученые, если они будут исследовать эти плотины. И эти плотины, они постоянно обновляются. И бобры их постоянно чинят после каждого половодья. Чтобы поднять уровень воды, бобры сооружают на ручьях малые плотины. Зверьки умело перегораживают течение валом из земли и сучьев. Бобёр – очень удивительное животное. Почему? Он может задерживать дыхание на 10-15 минут и за это время проплыть около километра. Плавать и нырять бобрам помогают мощные лапы, оснащенные перепонками. И плоский чешуйчатый хвост, похожий на весло. Хвост служит бобру рулем при плавании. А почуяв опасность, зверь громко хлопает хвостом по воде, предупреждая других членов своей семьи. Находиться под водой долгое время бобрам позволяет больших размеров лёгкие и печень. Но на суше эти звери неуклюжи. Бобры питаются в основном корой деревьев, ветками кустарников и молодыми побегами. Но очень любимым лакомством являются именно кора ивы и тополя. Летом бобры выходят из жилищ в сумерках и трудятся до 4-6 часов утра. А осенью, когда начинается заготовка кормов на зиму, трудовой день удлиняется до 10-12 часов. Ежегодно, 18 октября, отмечается Международный день бобра, чтобы обратить наше внимание на сохранение этого удивительного животного. Названия населённых пунктов, такие как город Бобруйск и сёла Бобровка, означают, что в этих местах при освоении человеком по большей части обитали бобры. Больше удивительных фактов о бобрах вы узнаете из энциклопедии, которые находятся в нашей библиотеке. Ну и, конечно, многие писатели тоже обращались к теме бобров. И один из них – это Виталий Бианки, который написал замечательное произведение «Глаза и уши». Что же важнее – глаза или уши? Бобр считает, что важнее уши, лебедь считает, что глаза. И бобр прав, что уши всё-таки важнее, потому что его слух не подвёл, и он убежал вовремя от охотника. А вот Николай Сладков написал замечательную сказку, которая называется «Как бобрёнок плотину строил». Как же он её строил? Как он нашёл своих друзей? Вы узнаете из этой сказки. А из энциклопедии «Зачем котам усы?» вы узнаете, зачем бобру такой необычный хвост. Оставайтесь вместе с нами на нашем канале YouTube. Узнавайте больше удивительных фактов о бобрах и приходите к нам в библиотеку. Субтитры сделал DimaTorzok